Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня я хочу рассказать вам о воде. Меня часто спрашивают разные вопросы, задают по поводу воды. Но у меня на канале более 10 видео об этом и подробно я там всё освещаю. Но сейчас коротко, в моей вот этой новой рубрике, маленьких ответов на важные вопросы. Итак, а какую воду надо пить, собственно говоря, вот особенно в городских условиях? Дорогие друзья, ну всё очень просто. Пить воду надо химически чистую, то есть без примеси хлора, поскольку по трубам идёт для дезинфекции, добавляют хлор и так далее. Значит, что надо делать, если вы в городских квартирах живете? Ну, во-первых, поставить под раковину систему обратного осмоса. Любую. Фирмы называть не буду, их в интернете куча набирается, мастер приезжает, за 20 минут ставит. У вас на кухне будет второй кран вот такой, из нержавейки, тоненький. Откуда будет течь уже осматическая вода? Осмос – это, конечно, ещё не дистиллят, но почти дистиллированная вода. Сразу кто-то скажет, вредно дистиллированную воду пить, это совершенно неправильно, потому что минералы надо получать именно из пищи, из зелёных растений, из овощей. Что касается обратного осмоса, посмотрите видео омоложения про Аннет Ларкинс, и вы поймёте, что 40 лет больше она уже пьёт дистиллированную воду. Посмотрите, как она выглядит в этом возрасте. Это одна из причин, почему она так выглядит. Теперь, что касается физико-химических свойств воды. Дорогие друзья, ну посмотрите, не поленитесь мою лекцию, где я подробно это объясняю. Все основные физико-химические свойства воды – это когда ко мне телевидение приезжало, да, вот это видео. Под видео будут ссылочки. Теперь, если вы живёте за городом, ну понятно, что за городом, как правило, вода из артезианских скважин. Она жёсткая, бывает, что там сероводород, другие газы. Тогда ставится, в зависимости от анализа воды оборудование, напольные фильтры большие, обезжелезиватели, если железа в воде много, чтобы ржавая вода не текла из крана, да, естественно, ставится какое-нибудь удаление сероводорода компрессорами, там это делается и так далее, или иные газы удаляются. И, кстати, железо сейчас тоже по этой технологии удаляется. А не как раньше, с химической реакцией, там, через марганцовку. Дальше ставятся умягчители и так далее, и так далее. Но помните, самый простой, дешёвый копеечный вариант, ну стоят они 12-15 тысяч, ставьте себе систему обратного осмоса. Или дистиллятор, ну тогда из нержавейки. Дальше. А вот дальше уже, потому что часть вопросов мне приходит именно, а как вот водородный генератор, какую воду туда лучше заливать, так и заливайте после системы обратного осмоса. Раньше, когда были электролизные технологии получения водородной воды с отрицательного ВП, и это была проблема с дистиллированной водой или с системой обратного осмоса, туда надо было добавлять соль. Но современные технологии с протоннообменными мембранами позволяют делать воду водородную с отрицательного ВП, совершенно не добавляя туда каких-либо органических минералов. Под этим видео будет целый список тех видеороликов, которые я рекомендую вам посмотреть, если вы хотите изучить тему воды глубоко. Это и моя тема водолимфопочки, там я рассказываю про, например, и талую воду, что происходит при заморозке, разморозке, зачем, почему это делать можно. Посмотрите ролик и про вот этот прибор Аквапен, изучите этот вопрос. И вообще, что касается водородной воды, опять я тут скажу вот эту книгу, прорекланирую Гарбузова доктора, ионы водорода лечат рак. Это, так сказать, на всякий случай, кто не в теме. Естественно, чем вода больше минерализована, чем в воде больше неорганических минералов, растворенных любых, то, естественно, генераторы водорода будут работать интенсивнее, пузырьков будет больше, насыщение водородом выше. Это понятно, но неорганические минералы вредны для здоровья. Об этом будет отдельное моё видео, хотя во многих больших моих прошлых видео по пищеварению и прочее, эта тема поднималась, разбиралась многократно про органические и неорганические формы минералов. Итак, два вывода из данной темы. Не бойтесь пить дистиллированную воду, если вы придерживаетесь здорового образа жизни и питания, если вы едите много овощей, зелени, никаких дефицитов минералов у вас не будет в связи с потреблением осматической воды или, скажем, без неорганических растворенных в воде минералов. И вторая тема. Как же быть людям, кто живут в городах? Какую воду пить? За основу, дорогие друзья, берите систему обратного осмоса. Дёшево, эффектно, не будет никаких неорганических минералов в воде практически. Это продлит вам жизнь, здоровую жизнь и сохранит ваши почки, соответственно. Вот такие краткие советы, а более подробные смотрите в моих больших видео на эти темы. Ждите новых маленьких видео с ценными полезными советами, напоминалками и так далее. И ещё у меня есть такой мой главный сайт, youfrolov.blog. Там есть такой раздел новости. Рекомендую его смотреть периодически, тогда вы будете узнавать о интересных каких-то занятиях, мероприятиях, ну, разных событиях, просто рекомендации. Да, и под этим видео не забудьте нажать слово «Ещё», откроются ссылочки, которые поведут вас на важные разные видео. Вы прочтёте названия и какие посчитаете нужны, посмотрите. Но я рекомендую их посмотреть все. Всего хорошего.